Всем привет! Сегодня у нас тема видео психологическая. Мы поговорим о последствиях, о травмах после абьюзов, после общения с нарциссами, по вашим ощущениям, как от них избавиться и как не попасть в подобные отношения снова, что для этого нужно делать, на что обращать внимание. Сейчас зачитаю сам, собственно, запрос. Сейчас мы поговорим про это чувство, что это такое. Во-первых, чтобы не попасть снова в эту систему, проблема, конечно же, в нас. Почему я, например, периодически или систематически, как-то регулярно встречаю на своем пути абьюзеров, нарциссов, в общем, какая-то закономерность. Я всегда так говорю, смотрите, эти люди между собой не знакомы. Их объединяет то, что каждый в свой какой-то период жизни встретил вас. То есть мы, конечно же, подбираем под себя, выбираем тех, кто нам привлекательен в той или иной мере. Что нас привлекает? Нас привлекает, конечно, наши травмы на это влияют, но всегда есть вторичная выгода психологическая. Да, он абьюзивный, он плохой, он ужасный, он меня использует, унижает и так далее, и так далее. Все возможные варианты можно перечислять. Но здесь всегда есть вторичная выгода. У каждого она будет своя. Но в большинстве случаев, кто попадает в абьюз, в зависимые отношения, кто страдает, мучается и так далее, это все про жертвенность. То есть в любом случае мы здесь где-то жертва. Но у нас, конечно же, не забываем, да, и переключаются. Наша вторичная выгода какая может быть? Наше состояние жертвы несет вторичную выгоду, переключается на, например, но я могу быть где-то агрессором, да, если мы берем треугольник Артмана, тут у нас подвязан, я где-то спасатель. На это обращайте внимание, какие коврижки еще, какие чувства я еще испытываю в контакте, в отношениях с таким вот не очень хорошим человеком, который причиняет мне боль. Вообще позиция жертвы, ее главная вторичная выгода, которая вообще на все случаи обычно распространяется, саможертвенность, да, внимание, любовь, пожалеют, либо окружающие, либо я сам себя. Жертва снимает с себя ответственность по жизни, да, не в прямом смысле жертва, которая вообще позиция жертвенная, да, приносить себя в жертву и так далее. Я могу не контролировать ситуацию, не отвечать за свою жизнь, за то, что в ней происходит, что я встречаю таких людей, что меня там обижают, издеваются как-то и мне, в общем, нехорошо. Я ничего делать не хочу, в том плане, что не хочу менять свою жизнь и брать за нее ответственность. А если я жертва и скажу, ой, это он виноват, это обстоятельства, то есть жертва всегда находит какие-то оправдания, почему с ней это произошло, но никогда не признает, что она сама выбор свой сделала, встретила такого человека, вычислила его из толпы, обратила на него внимание, или ее к нему влечет и тянет. Вот, база. В общем, когда эти чувства, из чего это все, собственно, мы попадаем снова и снова в подобную ситуацию, ничего не меняется. То есть надо поменять свою позицию, не быть жертвой, а брать ответственность за свою жизнь начать. То есть, если вы не хотите быть жертвой или попадать снова в абьюз, либо встречу с каким-то патологическим нарциссом или еще кем-то, начать принимать ответственность за свою жизнь, слышать свои желания, делать то, что вы хотите и нести за это ответственность. Не говорить, что кто-то виноват, ну, виноват я, окей, я сделаю выводы и пойду дальше. Это опыт, то есть мы не гнобим себя и ругаем за ошибку, а говорим, это мой опыт и иду дальше, шагаю. Вот, немножко, если мы вкратце это берем. А теперь про вот это чувство. Да, к сожалению, если вы с этим разобрались, то пост, скажем так, травматичный момент есть, мы всегда наизменим. Мы всегда ждем, а вдруг это опять произойдет, а я не могу доверять. Отсутствие доверия, это логично вообще. То есть, если мы отдаляемся, у нас проблемы с доверием, мы ждем подвоха какого-то и не можем доверять новому партнеру, его проверяем, успокойтесь. Это абсолютно нормальное чувство. Это ваши инстинкты вас защищают, чтобы я снова не попал в это. Мне страшно или я понял, как это больно, плохо, тяжело. Я не хочу этого повторения, переживания опять болезненных ощущений, болезненных чувств. Вообще, на самом деле, оно правильное. Вы из предыдущего своего опыта, как мы всегда делаем, да, кто со мной, например, работал. Мы смотрим вот эти красные флажки, звоночки, предупреждения или конкретно мы пишем список, как со мной нельзя обращаться или какие были предвестники в абьюсивных или каких-то проблематичных отношениях, на что я не обращала внимания. То есть у вас должен быть, скажем так, трезвым разумом список, как я позволяю с собой общаться, как со мной можно или список того, ну, понятия, да, как партнер вел себя. Я на это не обращала внимания. Мне было некомфортно, нехорошо, а он в силу манипуляций, давления там и так далее каких-то, в общем, действий, скажем так, запудрил мне мозг. Я на это сама не обращала внимания, в общем, я такая вся влюбленная была и так далее. Мы делаем вот этот конкретный список. Что ж там был такой, на что я пропустила когда-то? Когда у вас есть вот этот список, что я не заметила в прошлый раз, выводы из своего прошлого опыта, он у меня как мантра, заучен на подкорочке. Я к нему всегда обращаюсь. И на этот список я всегда накладываю нового партнера, с которым я начинаю общаться. Это фильтр определенный, который он должен проходить. Если вы там видите в нем, в его поведении, в его жестах, вообще хоть в чем, в его любых проявлениях, не относительно даже к вам, а к окружающим, вы так, опа, галочка, вот это нарушили. То есть в этот момент что мы понимаем? Мы держим его, скажем так, на присмотре. Мы даем какой-то шанс, слишком не растворяемся в отношениях, держим дистанцию определенную, что-то ему не позволяем. Они, как правило, все хотят очень быстро сливаться, замуж зовут, съезжаются, детей обещают. То есть это зависит от ваших потребностей, они вас очень хорошо считывают, знают, что вы хотите услышать, предлагают то, что вы хотите. Вот если у вас есть вот этот список, и вам так очень нахрапом вас берут весь такой идеальный, замечательный, вы думаете, боже, ну все так вроде бы хорошо, надо же бояться, я же не доверяюсь прошлого опыта, что же мне делать, довериться. Вот вы, кто написал, да, этот запрос, вы вот в этом находитесь ощущение тревожности некое, можно довериться или нет. Вы отфильтруйте по списку, если там нарушено два и больше пунктов, не надо пробовать, честно. Выбор, конечно, за вами, но я не порекомендую, потому что, почему я обосновываю свои слова, очень велик риск того, что остальные все пункты, которые сейчас гладенькие, вылезут просто потом. И как вы и написали, это сладкая сахарная картинка для того, чтобы меня, скажем так, взять, захватить, да, чтобы меня вовлечь там в абьюз или в какие-то проблематичные отношения. Если у вас человек проходит этот фильтр, пожалуйста, влюбляйтесь, растворяйтесь, доверяйте, делайте, что хотите. Этот человек на данный момент для вас безопасен. Если у вас ко мне вопрос, ну где же гарантия, что вот он сейчас эту картинку красивую показывает, притворяется, например, вот нарцисс, они так всегда любят делать, да, промо прекрасное пускают на парочку-тройку месяцев, все идеально, ты влюбляешься. Где же гарантия, что потом это не вылезет? Это не вылезет, если вы хорошо отфильтруете. Если вы не пойдете на поводу своих ощущений и желаний, ой, ну хотя бы притянуть все хорошее, закроем на что-то глазки. Вот мы конкретно не закрываем ни на что глазки, хорошо отфильтровываем более точно, за ним, скажем так, присматриваем, следим, и у вас этой проблемы не будет. Это вы просто фильтр сделаете ненадежный, все от этого зависит. Надежность этого фильтра, конкретные какие-то действия, и не оправдываем его, звезды так сошлись, затмение лунное было, да он устал, да он вспылил, наорал там, например, на официанта, а официант задел, а он вот такой. Если вы пытаетесь, вот для вас показатель того, что вы хотите приукрасить его как-то, смягчить этот фильтр, если вы чувствуете, что вы его оправдываете. Вот у вас только фраза в голове, когда вы об этой теме рассуждаете, да, но, то есть да, он агрессивен, например, или он не сдержан, он там, не знаю, шел кого-то там, ну, с мужиком нам на улице поругался, но он за меня заступился, потому что этот мужчина меня толкнул плечом в толпе, например. Вот оно оправдание, да, но можно. Вот если у вас в голове читается да, но, вы не сделали вывод из прошлого, ваш фильтр фигня полная, можете не фильтровать. Потому что если вы были в абьюзер, если вас, например, били или унижали, как-то к вам плохо относились, и после этого опыта вы остаетесь жертвой, потому что жертва говорит, да, но оправдать это можно. То есть, прожив на своей шкуре эти притязания, проблемы, боль, унижение, и пройдя этот опыт, вы продолжаете находить оправдание этому, или считать, что это нормально, и человек имеет на это право, то нет смысла ни фильтровать, ни о чем-то психологическом говорить. Вы не изменились, вы не сделали выводы, вы остаетесь тем же человеком, который входил в прошлый абьюз. Если вы чувствуете внутри, что у вас борется что-то, да, есть какая-то критика, я говорю, да, но я оправдываю, но при этом у меня есть второе, скажем, расщепление моего сознания, если такой термин здесь уместно применить, на самом деле это диагноз психиатрический, ну, допустим, расщепление у вас есть такое, да, внутри чувствуете, но при этом я понимаю, что это ненормально, ну, не могу ничего с этим поделать. Вот в этот момент вам психотерапевту, или психологу для начала, или психотерапевту сразу, вам надо, скажем так, услышать, поработать над тем, чтобы услышать все-таки зерно, здравый смысл в этом, и посмотреть, куда вас перетянется. Это показатель того, что вы готовы из позиции жертвы перейти, начать свой путь к здоровым отношениям. Вы готовы что-то менять. У вас есть, вот это ваш запрос, но он еще не сформулирован, и вы сами не понимаете, чего вы хотите. Но вот это желание внутри, значит, оно уже появилось, и к нему надо прислушиваться. Просто в силу сильного, например, абьюза, неподдержки общества, семьи, заниженной самооценкой, которая не адаптировалась после абьюза, все еще заниженная, растоптанная и так далее, вы просто автоматически ищите что-то похожее, что было раньше, потому что вы знаете, как там выживать. Вообще очень часто из жертвы, состояние жертвы не выходит, попадает в новые абьюзивные, проблемные отношения. Люди, которые, скажем так, привыкли. Это дело не только привычки, адаптировались, вот слово привыкли, адаптировались, по сути, одно и то же. Знают, как там выживать, я знаю правила игры, мне так проще. Я просто найду абьюзера, доминанта, нарцисса, любые слова тут поставляйте вообще, что хотите, тирана, насильника какого-то, да. Просто более, как сказать, в меньшей степени унижает, топчет морально, но при этом хотя бы не физически причиняет боль. Вот он компромисс, мы уже чувствуем, наша психика, ну я типа заменилась, лучше стал, хотя бы физически не бьют. Но то, что топчет морально, унижает и так далее, это нормально считается, да. То есть никакой как бы критики тут мы не включаем, типа все окей, все идет по плану у нас. Но это не по плану. В отношениях, как понять вообще, что нормальные отношения меня не унижают. Когда вас партнер слышит, любит, с вами на равных, прислушивается к вам, к вашему мнению, пытается помочь вам, если у вас есть какие-то проблемы, и вы в свою очередь делаете то же самое. Если вы хотите, чтобы это делалось только ваше, одни ворота, игра была, да, чтобы мужчина должен вот эти фразы, обязан, а я ему просто красиво и сижу такая вся довольная, в золоте, в бриллианте, в красивом платье, ухоженная, ничего ему не должно. Ну я как бы должна, я ему там еду готовлю и, собственно, там, я не знаю, ухаживаю как-то за ним. Окей, имеет место быть, но ему морально хочется, чтобы его тоже поддерживали, чтобы, например, когда у него будут проблемы финансовые, экономические, неудачи свои какие-то, супербизнес, который у него был, с которым мы познакомились, рухнул, чтобы от него не отвернулись, сказали, иди решай свои проблемы и восстанавливай всю эту историю. Я не за бомжа, а вообще-то выходила. Он хочет, чтобы его поддержали, чтобы в него поверили. Ему тоже где-то хочется быть слабым, чтобы поплакаться было где. Ну это немножко вообще из другой стези, да, меня немножко в другую сторону занесло. Я к тому, что должно быть равное ощущение в отношениях. Признак здоровых, хороших отношений, вам комфортно в них. У вас нет эмоциональных скачков и перепадов, ни на плюсах, ни на минусах, ни на каких не находитесь. Ровно, гладко, стабильно, и от этого вы получаете удовольствие. Если ровно, гладко, стабильно, и вам не кайфово, вам скучно, потому что вы не готовы к таким отношениям, они вам не нужны. Вы хотите заморачиваться эмоцией, страданий, еще чего-то, иметь на это полное право. Вам нужен накал страсти. Может быть, сейчас вы к этому не готовы, может, никогда не будете готовы. То есть у каждого, скажем так, это свое будет. Как избавиться от этого чувства тревоги, что меня обманут? Итог подведу. Фильтровать хорошо, не оправдывать какие-то моменты, которые не подходят этой фильтрации. Если мне хочется оправдать, я говорю, да, но можно. Это для меня самой, скажем так, показатель, звоночек, что что-то идет не так во мне, что я готова это оправдать. То есть я готова снова вступить в что-то подобное. Я просто нашла сейчас кандидата. То есть моя тревога вот эта, она оправдана. Я нашла кандидата, и мои внешние факторы, защитные механизмы моей психики, моего мозга, здравого смысла считывают этого кандидата нового сейчас как опасного. Поэтому есть тревога внутри. Если мне его хочется оправдать, значит, я опять попадаю в то же самое, что и было. Вот и все. Просто он немножко чуть лучше, чуть-чуть безопасней, какие-то моменты с ним попроще. Поэтому я на него упал в мой выбор. Но суть как бы самого структуры взаимоотношений, к сожалению, не меняется в таком случае. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если у вас есть вопросы по этой теме, вообще предлагайте психологические темы, какие нужно снять, о чем поговорить. Я с удовольствием прислушаюсь к этому. В инфобоксе под видео есть моя почта. Вы можете записаться на индивидуальную консультацию к психологу. Если вы хотите, скажем так, публично вынести, написать историю от анонима, я их читаю в видеоформате, и вы услышите рекомендации и какие-то там вообще комментарии по этому поводу в формате видео. Пожалуйста. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на самые свежие новости Турции. Приходите в телеграм-канал, подписывайтесь, следите за тем, что у нас происходит в стране. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok